Всем привет, меня зовут Андрей, и это обзор Gemcraft Chasing Shadows. Gemcraft, будучи далеко не первой части серии, совместила в себе самые важные игровые элементы и разнообразила геймплей до невиданных высот. Проверенная формула жанра Tower Defense раскрылась во всей красе. Много башен, куча врагов на экране, система апгрейдов между уровнями, LED-гейм-контент и реиграбельность. Одной из самых распространенных болезней жанра всегда была скортечность. Обычно стоит только игроку выйти во вкус, как тут же наступает конец. Всё зачищено и пройдено, остаётся только развести руками. Как спасти игрока в ситуации быстрого прохождения игры? Просто. Сделать контент настолько насыщенным и разнообразным, чтобы даже сидя за компьютером сутками нельзя было пройти всё до конца. Gemcraft начинается постепенно и бережно, с лёгкого обучения. По мере прохождения вглубь игры раскрываются новые сюжетные детали, достигается максимальный потенциал башен и доступ к более высоким сложностям, а также улучшается боевой омлет. Основной сюжет тянется через всю серию Gemcraft. В игре мы узнаем уникам борца со злом, которому едва ли удалось спастись от тёмного взгляда королевы теней. Остановить её, медленно поглощающую мир, можно только с поддержкой нового носителя джемов. Время от времени эта архидемоница возвращается из небытия и снова грозит всему живому, а единственный способ остановить её – установить особую ловушку джемов. Уже в седьмой раз тени и демоны начали вырываться наружу один за другим, и количество их несметно. Древние храмы пошатнулись, разверзлись земные разломы, некогда могучие башни потеряли свою мощь и более не могут удерживать врага. Сможет ли герой найти решение? Остановит ли саму суть тьмы? Это и предстоит выяснить игроку. Игра обладает довольно хмурой атмосферой. Происходящее нагнетается погодой, тёмными красками и зловещей музыкой. Карта мира выполнена в формате пчелиных сот, и каждый такой гекс содержит несколько зон для отражения атаки монстров. Далеко не сразу нам дадут возможность сражаться с тенями и более могучими сущностями зла. На вооружении у нас есть два вида типа самоцветов, которые нужно вставлять в башни, чтобы не дать врагу дойти до сердца нашей обороны. Форба присутствия. Уровень будет выигран, когда последний противник падёт, а сами атаки происходят в виде волн. Каждая такая волна чудес состоит из одного типа недугов. Будь то обычные особи, быстрые бегуны, огромные поглотители урона и бронированные солдаты. Каждый самоцвет олицетворяет одну из магических стихий, но самое важное свойство таится не в их персональной силе, а в эффекте после смешивания. В отличие от обычных игр жанра, тут мы сами выбираем не только куда поставить башни, но также местоположение и типы ловушек, момент использования заклинаний, персональные зачарования для обороны в поместье стихий, установленные в каждом сооружении и значительно влияем на путь, который пройдут враги. Самоцветы, а не же джемы, могут быть свободно перемещены из одной башни в другой, при этом их постоянно следует улучшать, затрачивая часть маны из нашего бассейна. Для восполнения запасов последнего мы убиваем противником, а часть получаем просто так, с ходом времени. На полях сражений можно встретить множество дополнительных объектов, а свойства некоторых первое время будут скрыты. К примеру, если потревожить разлом, то на 100 час набросятся десятки теней, которые значительно превосходят обычных монстров по всем параметрам. Бочки могут содержать полезные джемы и разного рода награды, а гнезда, будучи уничтоженными, перестают выпускать монстров. Чтобы создать дополнительный вызов игроку, некоторые уровни обладают дополнительными задачами. Например, если до окончания последней волны врагов не вскрыты магические замки, будет засчитан проигрыш. Иные же уровни содержат особые темницы, вскрыв которые мы перманентно получим сильные заклинания или возможность расширить потенциал своих башен. Между прохождением уровня мы скапливаем два важных ресурса – опыт и ядра. С опытом все стандартно, прокачали уровень своего героя, получили немного очков для распределения на ветку навыков, а лишнее перевели в бассейн маны, пока не найдем более выгодное применение для остатка. В игре есть десятки всяких достижений, каждая из которых дает нам перманентные очки навыков. Убей несколько врагов каждого вида, построить 100 башен, заморозь тень и тому подобное. Ядра случайным образом выпадают из монстров прямо во время боя, и их можно тратить на так называемые трейды и амулет. Трейды несут характер особого воздействия, который усложняет нам игру, но повышает количество опыта за победу на уровне. После открытия каждой из них можно активировать перед началом сражения, а при желании даже повысить до следующего ранга и сулубить свою боевую ситуацию еще больше. Таким образом, игрок сам определяет, насколько сложным должен быть вызов, опираясь на свои возможности и подготовку. Заклинания открываются медленно, но оказывают сильный эффект в бою. Они могут быть прокачаны в меню апгрейда за очки способностей. В основном повышается урон, длительность воздействия на монстров, скорость применения и максимальное количество заряда в магазине. Все способности джемов имеют определенное воздействие на врага и тоже улучшаются подобным образом. Яд станет сильнее травить, повысится вероятность нанесения критического урона. Джем мультиурона сможет поразить большее количество противникам за один выстрел. Если вы установите на поле боя ловушку, монстры будут по ней ходить, получать слабый урон и подвергаться усиленному эффекту способностей вставленного самоцвета. Помимо башен есть еще три типа положительных построек в распоряжении игрока. Амплифакторы позволяют улучшать боевые показатели всех прилегающих башен в зависимости от использованного джема. Стены. Дешевый способ оградить некоторые участки уровня и направить врага по другому пути. Алтари. Накопив энергию, позволяет высвободить взрыв, который зависит от типа и уровня пожертвованного самоцветом. Со всем этим арсеналом игрокам выглядит абсолютно непобедимым. До тех пор, пока мощь врагов не начинает превышать все вышеперечисленное, а призойдет это очень быстро. На поле боя все весьма интуитивно и понятно. Манали, расположенные в удачных местах, абсолютно не мешают игровому процессу. Не нагромождают экран, а благодаря постепенности игрок не будет попадать в ситуацию шока от происходящего. Если что, можно всегда переиграть старый уровень с новыми возможностями и знаниями. При этом мы опыт получим не весь, а только разницу между предыдущим рекордом и нынешним. В игре есть удобная возможность ускоряться в 3 и в 9 раз, а вдобавок активная пауза. Кнопки клавиатуры привязаны к важным действиям на игровой панели, причем экран игры можно растягивать. Итак, плюсы игры. Огромная реиграбельность, удобно настраиваемая игроком сложность, широкий тактический и стратегический выбор, плавное появление новых игровых возможностей, продуманная прокачка амулета и навыков, куча полезных достижений. Из минусов можно выделить бестиарий довольно маленький, слабенький искусственный интеллект у врагов, и возможно не хватает настроек яркости. Всем спасибо, это был обзор Jamcraft Chasing Shadows.